Здравствуйте! Богдану нужно было решить с 45 по 75 упражнение. Если Богдан решил все заданные ему упражнения, сколько всего упражнений он решил? И сразу возникает желание из 75 вычесть 45. 75-45 – это 30. Возможно, Богдан выполнил 30 заданий. Но нам нужно быть очень внимательными, читая задания. Поставлю рядом с этим ответом вопросительный знак. Давайте решим подобную задачу, но с небольшими значениями. Пусть вместо того, чтобы выполнить с 45 по 75 задание, Богдан выполнил с 3 по 6 задание. Используя логику, которой мы пользовались до этого, мы бы записали 6-3 равно 3. А давайте посчитаем, сколько заданий выполнил Богдан. Одно задание, второе задание, третье, четвертое, пятое и шестое. И он выполнил с 3 по 6 задание. Третье задание включительно. Он выполнил третье, четвертое, пятое и шестое задания. Когда мы из 6-ти вычли 3, мы нашли количество заданий, которое было выполнено с 3-го задания, не включая этого задания в счет. Мы нашли количество упражнений, которое было выполнено с 4-го по 6-е задание, а не с 3-го. Выполнив задание с 3-го по 6-е, Богдан решил не 6-3 заданий, а он выполнил 6-3 плюс одно задание, плюс одно задание. Он выполнил 4 задания. Если мы просто вычитаем 3 из 6-ти, то мы вот это значение не включаем в счет, мы читаем количество значений после него. Поэтому, когда мы выполняем вот это задание, недостаточно просто вычесть 45 из 75, потому что если мы просто вычтем, то мы не посчитаем 45-е задание. Нам нужно к этому прибавить 1. И получается, что Богдан выполнил 31 задание. Следующее упражнение. У пекарей есть целая буханка хлеба. Сколько раз нужно разрезать буханку, чтобы получить 7 кусков? Можно взять буханку хлеба и попробовать это сделать, но давайте подумаем, как можно решить эту задачу. Нарисую буханку хлеба. Допустим, нам нужно ее разрезать на 2 куска. Сколько разрезов нужно сделать? Нам нужно сделать всего 1 разрез. Чтобы разрезать на 2 куска, нам нужно сделать 1 разрез. А что, если нам нужно разрезать эту буханку на 3 куска? Разрезаем 1 раз, второй. Чтобы разрезать на 3 куска, нужно сделать 2 разреза. Представим, что нам нужно 4 куска. 4 куска. Сколько разрезов нужно сделать? 1, 2, 3… Чтобы разрезать на 4 куска, нам нужно сделать 3 разреза. Можно продолжать до 7 кусков, но мы видим закономерность. Количество разрезов равняется количеству кусков минус 1. Для того чтобы разрезать буханку на 7 кусков, нужно сделать 6 разрезов. И мы видим почему. Не нужно отрезать последний кусок, он сам отпадет. Переходим к последней задаче. Игорь устанавливает забор. Расстояние между опорными столбиками забора 1 м. Если забор длиной 18 м, сколько столбиков потребуется Игорь? Решим аналогичную задачу, только с меньшими значениями. Давайте представим забор длиной 2 м. Для забора длиной 2 м нужен 1 столбик, далее идет метр забора, второй столбик, еще один метр забора и еще один столбик. Нам нужны столбики не только посредине, но и по бокам. Запишу, что для 2-х метрового забора нужно 3 столбика. А сколько столбиков нужно для забора длиной в 3 м? Первый столбик, метр забора, второй столбик, метр забора, третий столбик, метр забора и еще один столбик. Для забора длиной в 3 м нужно 4 столбика. Нужен 1 столбик в начале каждой секции забора, и еще один столбик нужен в конце последней секции. Мы видим, что число столбиков равняется количеству метров забора плюс 1. Для того, чтобы соорудить забор длиной 18 м, понадобится 19 столбиков. На этом все. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok